Горожане жалуются, что в Новобелецком районе посетители одного из заведений ходят в туалет под забор, прямо рядом с детской площадкой. ЦИК не собирается обнародовать имена членов избирательных комиссий. Цель проста – избежать буллинга и угроз. И спустя 25 лет педофил в подробностях рассказал, как изнасиловал и убил 11-летнюю девочку. 23 августа на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! Все удобства в шаговой доступности. Горожане жалуются, что в Новобелецком районе посетители одного из заведений ходят в туалет под забор, прямо рядом с детской площадкой. В редакцию сильных новостей написал читатель и рассказал о жесткой ситуации, которая сложилась возле зоны отдыха пруды в Новобелеце. Там рядом остановка улица 9 мая. Сейчас возле зоны отдыха работает сезонное кафе, куда люди могут прийти и провести время. Но уборное для посетителей кафе не предусмотрено. На улице есть биотуалет для персонала, а вот что делать гостям заведения непонятно. Читатель говорит, что слишком находчивые посетители справляют нужду за углом у забора. Из-за этого разносится неприятный запах. А ведь здесь рядом играют дети, там для них оборудована площадка. Наверняка туалетные ароматы не по душе и простым прохожим. Кто и как решит проблему – вопрос открытый. Трехлетний мальчик подавился фломастером и начал терять сознание. Сотрудники ГАИ сопроводили машину до больницы, что и помогло спасти малышу жизнь. А в Гомеле на линию 102 поступил звонок от женщины, которая просила помочь ей доставить в больницу трехлетнего внука. Оказалось, мальчик подавился фломастером и начал терять сознание. Автомобиль с пострадавшим ехал из Добружа и уже въехал на территорию Гомельского района. В таких случаях счет идет на секунды. Звонок сразу же перенаправили в дежурную часть областной ГАИ, где инспектор узнал точное местонахождение нужного авто и направил навстречу экипаж. С включенными маячками и звуковой сигнализацией экипаж встретил автомобиль с ребенком и за считанные минуты довел до больницы. Благодаря этому мальчику вовремя оказали необходимую помощь. Ну а женщина благодарна сотрудникам. Сколько в Гомеле молодежи и в каком возрасте горожане создают семьи? Интересными цифрами поделились статуправлений области. На 1 января в Гомеле проживало 92 тысячи человек в возрасте от 14 до 30. Это 18% от общей численности населения, пишут гомельские ведомости. Больше всего молодежи проживает в центральном районе, почти 21%. А вот в Новобелецком районе самая высокая в городе доля населения моложе трудоспособного возраста, 23%. В Гомеле, как и в целом в регионе, на 1000 мужчин приходится 1200 женщин. Женское население преобладает во всех районах облцентра. В прошлом году в Гомеле зафиксировали 3400 браков. Если сравнивать с 2010, то стало на 900 браков меньше. А еще в области наблюдается тенденция, когда средний возраст людей, создающих семью, растет. За 10 лет возраст вступающих в брак мужчины удвоился на полтора года, а женщин на 1,3 года. В 2022 в Гомеле на 1000 созданных семей пришлось 578 разводов. Белорусов безжалостно атакуют шершни. Есть жертвы укусов. Один человек едва не умер. Так, на одной турбазе в Витебской области спасатели приехали на вызов и увидели мужчину, который наполовину лежал в воде, посинел, отек и находился без сознания. А над ним кружил рой шершни. В какой-то момент казалось, что мужчина умер, однако он все-таки дышал. Спасатели сделали искусственную вентиляцию легких и растерли в порошок антигистаминные таблетки, после чего всыпали их в рот, чтобы ослабить аллергическую реакцию. Эти действия помогли человеку прийти в себя, а затем мужчину забрали в больницу. Второй потерпевший пострадал не так сильно и до приезда скорой успел отбежать на безопасное расстояние. Покусав людей, шершни отправились к своему гнезду. Специалисты говорят, что люди, вероятно, напугали насекомых, и те на них набросились. Если вы увидели гнездо шершни, то лучше спокойно отойдите, потому что резкие движения могут спровоцировать насекомых на агрессию. ЦИК не собирается обнародовать имена членов избирательных комиссий. Цель проста — избежать буллинга и угроз. Об этом заявил глава ЦИК Игорь Карпенко. Он сказал, что глобальные списки членов избирательных комиссий не будут создаваться, и это допускается законом. Глава ЦИК отметил, что в избирательной кампании участвует около 70 тысяч человек на всех уровнях комиссий. Раньше сведения обо всех участниках открыто публиковались, что становилось почвой для разного рода буллинга. Угроз и тому подобного, считает Карпенко. Однако каждый избиратель, придя к себе на участок, увидит там членов избиркомов и сможет узнать их имена. Но печатать списки в том объеме, который потом за рубежом станет объектом изучения и веерных рассылок через интернет и телефонных звонков этого не будет, подчеркнул Карпенко. Он добавил, что ЦИК совместно с силовыми органами отрабатывает вопросы безопасности в период электоральной кампании и безопасности тех, кто организует выборы. Завел в лес, изнасиловал, пырнул ножом в спину. Спустя 25 лет педофил в подробностях рассказал, как изнасиловал и убил 11-летнюю девочку. 26 июля 1998. Школьница пошла гулять с подружкой на соседнюю улицу и пропала. Поиски девочки закончились только на третьи сутки, когда грибники нашли в лесополосе обугленное тело ребенка. Ужасающая картина указывала на то, что девочку зверски убили, на ее теле нашли ножевые ранения. При тщательном осмотре стало понятно. Перед хладнокровным убийством девочку изнасиловали. Тогда найти преступника так и не удалось. Долгое время особо тяжкое преступление оставалось нераскрытым. Только спустя 25 лет у следователей появилась зацепка, которая и вывела на след преступника. Зашли в лес, я расстелил просто. А там трапка была, трапка была, просто лежала. Я взял эту трапку и вот заткнул. Ну потом я ее изнасиловал. Я убил ее. Я пырнул ножом в спину. Сколько раз, не помню, но один раз в спину, что я ее сделал. Я помню. О том, что я сделал. Я взял веточки, собрал сухие, обложил ее сухими веточками, облил веточки сухие. Там она лежала. И подпалил, загорелась, я побил утекать. Им оказался 63-летний могилевчанин, который во всем сознался и рассказал подробности. Оказалось, что погибшая девочка дружила с дочкой педофила, поэтому доверилась отцу подружки и пошла с ним в лес. Также стало известно, что в 2009 могилевчанин изнасиловал свою родную дочь. Чтобы запугать девочку, он использовал нож и физическую силу. Однако о преступлении стало известно и мужчина отправился за решетку. Но и это еще не все. Получена информация о том, что в конце 70-х годов прошлого века мужчина совершил еще два убийства. Сейчас он под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки. Присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра.